Грегор Накашидзе 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 Он доживет, там дали адрес И я пошел Пошел, мы с ним познакомились Потом он на ползунового у нас еще будет Даже на снимке остался где-то И он расположился сердцем И пришел ко мне на дом И мы дома насчитывали И вот он когда На нашем сайте стоит Его голосом насчитывали на сайте Вот я сколько раз слушал Столько раз слезы наворачиваются Я не могу с собой совладать Когда она на встрече вышла И он говорит, он не считает, он рыдает О дочь моя, что ты сделала Ты сокровища, он обещал Кто первый из дома выйдет, того в жертву принести И он говорит и рыдает Это артист Художественного слова И это все записано было Дальше я распределил Когда перепечатал Кажется книгу отослал А теперь стал подыскивать Я одна артистка вот такая Ну кто бы знает, кто-то подсказал Там где-то в драмтеатре Новосибирске Одна на пенсии считает Здорово Нашли Представь, какие работы Это я первый раз рассказываю об этом Я делал такие работы, которые верующие вообще понять Какое отношение имеет Я хотел, чтобы людям это было приятно Я распределил по ролям Что-то сам считать Я могу насчитать Ну такое простенькое Я не могу войти до конца туда Я умом хожу, а голосом не могу войти И вот так распределил И барнаульские там артисты И у меня вышло Именно библейские мотивы Пленку насчитал И в самом начале Бабушка это молится Господи Я отдаю книгу, которую так люблю Но братик сказал, что она больше пользы принесет для других Я не хочу отдавать Но ты мне повелеваешь ее отдать Пусть она принесет пользы людям И как она старческим голосом считает А это настолько трогательно Программа была выполнена И эта пленка, когда уже была закончена Я ее как крутанул на своей пол-студии Представьте, где 10 магнитопонов в одном направлении На двух дорожках, на скорости в 4 раза больше А слушается нормально Ну, качество маленькое теряется Я на полную сторону буквально этим И она называлась библейские мотивы Где она сейчас, пленка эта? Целиком ли она есть? Но, когда я оцифровал Польгу я взял, направил магнафон Она у меня вошла, по крайней мере, отчасти И вот я там, значит Григорина Рекоти И встретил Но там было не полностью Я когда стал издавать книги Я теперь перебираю все это в памяти Этих поэтов Мне их надо найти Это очень редкие поэты такие Особенно этот Афтфрук Или Бальмант Я мало о нем знал У Бальманта 94 книги вышло Он много путешествовал И я его биографию помещу Она у меня есть, кажется, в 15 томе В 15-м Вот Это тоже мне нужно Теперь Григорина Рекоти Никто не знает Я обращаюсь тогда Вот сейчас Редактором В Алтайской миссии Клименко Владимир Педорович Это редактор Газеты за наукой Алтайского государственного университета Он говорит Я помогу Я слышал это Но Не знаю как И он мне дал толщок Где искать Значит Я сделал заказ Кажется, двум сестрам своим Отправил в краевую библиотеку Добраться до архива Заплатите книги Дайте Пробейте дорогу Найдите эту книгу Они прошли везде И нашли книгу Дальше уже началась работа Этой книги Это Григорина Рекоти Теперь я его полностью Я его рублю на части И после Вопрос-ответ Делаю стихотворение Вопрос-ответ И туда И с этой книгой Потом я явлюсь к армянам Для них такой праздник был Григорина Рекоти Они его знают А знать не знают А он не грузин? Он грузин? Нет, я армян Армян А фамилия Армянин Правильно будет Ну и армяне Тут соты Меня они поднимают Что я афиширую Или как всегда Делаю известным Такого поэта И вот я его тут поместил Таким образом Во-первых Я трудно искал На пути поиска Книги-то Спустя столько времени Я не знал Как Как она называется Эта книга Григорина Рекоти Этого я знал Там было так Латинская поэзия Восемнадцатого века И Туда другие были Второй части книги Вот как книга называлась И по этой книге По названию этому У меня Клименко-то Как раз и нашел ее А из латинской Там была одна монахиня Я стихотворение Сейчас не поместил У себя В книге Потому что Я не разочаровался Но почему-то подумал Сегодня Если слушатель Не восприимет Может маленький есть И она читала Она писала стихи Стихи были настолько загадочные Что ее вызвал папа И говорит Прочитай сама Я никто не может понять Но всем на сердце ложится Что это не она пишет Что кто-то ее рукой вводит Вот Какая высота Люди Обыкновенная монахиня Расскажи Как ты пишешь Я говорю Не знаю Я молюсь И стихи появляются Передо мной Но они стихи Не вот знаете Как ангелы поют На Афоне Показывают Пение ангелов Люди слышали? Нет Ну На Афоне Поклонялись Когда ходили День и ночь Там гостиница Спит И среди ночи Услышал Поют Он будет Проспал И он бежать Прибежал Храм закрытый А в храме Он через подоконник Там окно И видит ангелы Стоят и поют И он побежал Пока магнитопон Там взял Аперед И он через стекло Видимо записал Это в эфире Все выстрел И как они поют И теперь-то показывают На фоне воды На фоне горы И как ангелы поют И оказалось Что-то там шестой Какой-то Распеп Или как они называют Глаз Древнее Там какой-то Греческий И поют хирургинскую Но поют ее Они не сначала И после этого Комментирует Православный священник Патриархийный У него там Кандидатская степень Тут висит Видно, что очень грамотный Но он грамотный В пределах нормы-то Оказалось, что он знает Меньше меня Мне Даже неудобно За него было Я написал опровержение И он говорит Что людей там не было Тут однозначно Было закрыто Он видел Почему не сначала Ну пока бегал За магнитопоном И прочее Отложим по печенью Где говорит У ангела По печенью нет Они допели на это место И остановились У ангела Какая забота-то Это нет Он объяснил Но Тут одно Или ангелы Или демоны И вот он стал говорить Демоны не могут Потому что демоны не поют Он не знает Демоны поют Это житие святого Авраами Я тоже дал Про житие Он сидел Ел А в это время Подошел к нему И запел Блаженные Непорочные пути 118 Псалом И допел До конца А я привожу Такое еще Поэм о демон Михаила Юрьевича Лермонтова Там когда Тамару Совращает демон А в это время Ангел прилетел И ангел с ней находится А демон Когда прилетел Ангел уже там С ней беседует И демон стоит на улице А ангел поет Тамаре И этот демон Падший ангел Он вспомнил все Что он имел у Бога Из глаз Слеза тяжелая Катится И ныне Возле кельи той Насквозь прожженный Виден камень Слезой жаркою Как пламень Нечеловеческой слезой Вот талант какой Даже ты прочитаешь Сама слеза навернется Он вспомнил Что он потерял И слеза какая Насквозь прожженный Виден камень Слезой жаркою Как пламень Я тогда сказал Что демоны поют А остальное Зачем демонам петь Херувинство Вообще не понятно Это ангелская пение Однозначно Но Я не грек Пение не знаю Глазов не знаю Там только так Волны Показано море И глаза Ближе к старообрядческому Распев Который идет И дальше Переменяют они Там как букву Одна Опять одну букву Тянут И тянут Но Какое-то чувство Такое Что Куда-то ты летишь Сам Вместе с этой песней Как будто бы Ничего мне не надо Я уже где-то Запредельно дальше Я свое впечатление Передаю Это во всем эфире На моем форуме Напиши Пение ангелов На форуме Она у меня стоит там Пение ангелов На форуме Просто заряди В ютуб И она сразу придет Прям сегодня Можешь прослушать Вот с Григорем На рекосе Я познакомился Потому что Ну Вот я пришел к Богу Потому что Любил бабушек Любовь к бабушкам Это очень важно И я пошел Билеты в карман Идти в кино Я иду Бабушка несет сумки Я к ней подскочил Давай поднесу Людей-то много Шло туда и сюда Но никто ей не помогал А почему Меня на этом Бог уловил Что я любил На том и поймал Бог поймал меня на любви Говорят Ты к Богу Оборотился Ты что-то не ладилась Ты запутался в жизни Ну люди как понимают У меня наоборот У меня здоровье крепкое Работаю во флоте Ну во флоте-то уродов не берут Я учусь в училище Мне грамота дается легко У меня перспектива выйти за границу То есть Все как надо Но у меня есть то Что у других нет Я люблю бабушек Я люблю больных На этом меня Бог и поймал А обратил меня Господь На второй главе Диане апостолов Когда заговорили на их языках Почему? Потому что я языками занимался В это время Господь знает Я занимался изучением языков Я сразу вас Как? Сразу? В один день Не в один день В один час Стали понимать другой язык Я быстро изучаю языки Но в это я не поверил Говорит Ну ты от этого не веришь Давай вырвем страницу А сестра говорит А я в это не верю В тобой Одни курочки останутся Этого для меня было достаточно Когда склонились молиться Сказали молиться Чего тебе не хватает? Попроси у Бога Вообще ничего У меня все хватает Здоровье у меня отличное Деньги у меня У меня все есть Ну Я понял Веры нет Священное Писание Я попросил И Бог дал такую веру у меня Что 52 года И даже другие спрашивают А вы видели Встречали человека Который так любит Библию И столько посвящает И это спрашивают сектанты И ни один вещать Не встречали Не встречали Я оказался один на один с Богом Я рассказываю Как я на воскресенье уходил В лес И чтобы обратно не идти Залез на березы Как шимпанзе Свил гнездо Обнял березу С Библии в руках Спал А утром встал В распадке тумана И я один в лесу Со мной Библия Это картина была бы Я это испытал Я вот сидел Когда в тюрьме И у меня с тобой Была Библия полная И мне иеговисты завидовали Вам конечно разрешают Где я не дам Посчитать маленько Мне разрешали И когда следователь пришел Стал спрашивать Я говорю Новый завет Принесите мне Так не положено Я говорю Нигде в уставе не написано Принесите Ну давай сегодня Сегодня говорить еще не будем Пока не принесете Я отвечать еще не буду Специально берегу Где-то Он весь весь сморщенный Он пропитанный слезами Я молился Псалтыр читал А слезы просто капали Наверное на странице Пусть покажет Кто-нибудь такое Своё личное Евангелие Которое насквозь Пропитано слезами Чтобы это было Надо изменить Обстановку жизни И Бог меня туда Протер Прогнал по этим Трубам ГУЛАГа Это ему милость А в то время Трудновато было Мы начали разговор С Григорием Рикоси И поэтому Я издал 26-й том Открытым оком Это 300 поэтов России За 300 лет Не просто стихотворения А конкретно Что сказали По определенной тематике На каждый вопрос 6 поэтов С разных эпох Когда людям рассказывают Ни один еще не поверил Что это можно создать одному Это невозможно Я 20 тысяч павелов Должен проворачивать Тысяч Это не 20 павел А тысяч павел И по тематике Ну без Евгения Евтушенко Я везде это подтверждал Не создал бы Черновики брал я и у него Вот и Григория Рикоси Интересно Одна зашла Видно такая Представительная дама В Мейл.ру И со мной она говорит Ну вот вы занимаетесь Пишите стихи А вы знаете Откуда вот эти строки И она мне написала Там строки некоторые Я говорю Стихотворение неполное В таком-то году Написал его Гавриил Романович Державин И ей полностью выдал Она так хахнула Вот это да А вот это вы знаете откуда И она два куплета поставила Я ей полностью Тогда дал ссылку Прилепил файл Это Григорь Нарикоти Она говорит Я говорю Чуть в оборох не упала Это невероятно По двум куплетам Вы полностью перевели Я в Ленинграде В Санкт-Петербурге Она в каком-то там Поэтическом кружке Расскажу Как бы нам встретиться Я говорю Ну вы просто Столкнули меня С тем что я знаю Есть что-то Чего я не знаю Но вы не спросили А именно это я знаю Вот два куплета И сказать кто поэт И дать полную поэму Ну это далеко не каждый скажет Тем более это поэт Ну не Евтушенко Поэт давнешнего времени Другой нации Ну мне Потому что я издавал Считал Завышивал Ну мне просто интересно И мы с ней Она говорит Я не верующая Там такая То другое Но тут у меня Что-то пошатнулось Это нельзя Человеческим умом Это помните Это что-то есть Что-то Она Я атеистка А тут сразу Что-то в ней заговорил Это невозможно Я шокированный Я просто Ну Второе Два Я говорю Ну еще что-то у вас есть Нет Больше еще задавать не буду Если же Григорина Или Катей Вы мне представили всего Ясно дело Что я знаю меньше Вот и все Мне интересно жить Вот сейчас я зашел И какой-то один там вышел Обнимает какую-то женщину Женщина Видно Его Близкая ему такая Ну жену свою так Принародную Мало обнимает Там после 30 лет Глазами Глазами шаркает По чужим заборам Вот А тут Ох Игнатий Тихонович Да мне бы вашу энергию Какую он энергию имеет ввиду Обнимает Красивую женщину А мою энергию По этой области Значит ты осетешься Ничего тут нету А если ты имеешь ввиду Для жизни Значит тебе надо Заложить топливо Нужное Чтобы горел этот огонь Он у меня все время Он у меня все время полыхает Вот представь Сегодня ночью У меня собака залаяла Первый раз Я знаю Если он Ну взлаял только Это подошел Кто-то рядом Я потихоньку Шторку открываю Я все увидел Эту картину Человек Который это делает Он не видит Что я его вижу А его успокоил Он лег Поэтому Я перее Разговор Другой перевожу Я влюблен Я везде влюблен Что меня поднял Пес Я мог помолиться Потому что я укрылся Двумя куртками И ноги шевелить Неохота было Чтобы они втепли И все-таки я встал И это не все Я влюблен Во все Что меня окружает Влюблен моих братьев С которыми мы едут И где-то они там Что-то не так говорят Да как говорится Поговорка Наплевать да забыть Мы друзья Я сейчас вышел Как машину-то ставит Наша Там немытая Белая Она как нежная Голубица стоит Лебедушка Против ваших-то Немецких 20 машин Да пусть они Внутреннее содержание Имеют Что наша машина имеет Она там Больная Но я не могу удержаться Я смотрю на нее И уже издали Иду и кричу ее Она хороша Она наполнена Радостью для людей Смотрю на собаку Которую И собака мне нравится Подхожу на площадку И площадка нравится И куда выйду гулять Вчера с Катей Вышли мы туда дальше Катя я тоже хочу С вами погулять Пошли сюда Площадка нравится В среднем там 24 машины У вас будет Ты наверное не знала Сколько Вот где вы стоите? Да на этой площадке Примерно Ну чтоб знала Если спросят Вот Мне все нравится Я сейчас сижу Смотрю на облака Как будто в Потеряевке Где-то И до Копенгагена Может быть не 840 А 900 километров Ну 900 километров Это мы все равно В Россию не заедем Это Польша Еще там Белоруссия Так что расстояние Не так намного дольше Будет в одном направлении Сворачивать никуда Мы не будем Оставленные Бельгией Разные Лихтенштейны Мы тоже не трогаем Я через кого-то Смогу дать Если бы у ней Другой возраст был Другие знакомства Для Швейцарии Я оставил бы вам материал Пробили бы Нет, так своим раздали Но Я же понимаю Вы не поедете туда И не знаете Вот маленький пример Мне просто интересно Я жил как Выражение у меня такое Прощай земля Азарт Закона ограда Мой труд Следы Считайте по слогам Почему? Оставленком не проглотите По слогам Я успевал на каждом повороте Засеять поле Застолбить межу Со златоустом Путь житийный пройден С той стороны земли На все гляжу Что это? На каждом повороте Вот я шел Арест Деятельность моя Магнитофонная Закончилась Я пошел другой Теперь возвращаясь оттуда Я ставлю межу Ставлю межу У меня претензий никаких Никому нет И соперников нет А почему? Ну пусть кто-нибудь Издаст эти мелодии Которые я издал И считал Во-первых бабушки Твои нету Книгу найти Может быть трудно Но и труд-то Какой надо положить Тем более Я это все Оформил музыкально еще Музыкально А чтобы музыкально Оформить Нужна музыка А чтобы музыка была Значит должны быть Средства достать Я познакомился Ближе Пошел В краевую С архивом Краевой библиотеки И пробрался В фонд Недосягаемый Для прочих Да Да Сделал Говорю Взятки даете А берут Потому даю Как это выступало Михайловичи Видела выступать Женщина одна Михайлович Не видела Да сейчас заряжу Прямо увидит И ты послушаешь А вот это Видела Она Какая-то там Казашка Или кто Но живет здесь И как она выступает Да Матвиенко И проще Они Рядом не стояли Она выступает Это оратор Настоящий И как она говорит Какие у нее Жесты Какая речь Она захватывает Все Как она собирала В шапку Там вот Милостынь Я открыл Так Книги Загнутые Углы И вот даже Мало того Она посигнула Это третий том Нового завета Вот она написана Третий том С толкованием Вот два Пожалуйста Загнутых угла С чего она загибалась Что-то понравилось Ясное дело Что из чего Состоит бумага Это мелкие Такие полоски Бумага Так она Допустим Рваться не будет А так легко Рвется Как лежат Эти полоски Маленькие частички Вот И спрашиваю Зачем Не знаю Взял другую книгу Ах Там больше Десяти загибок Если бы Загиб выступал Вот так вот дальше Тогда бы можно Понятно Ну заложи бумажку А загнул ее Вообще нигде не видать Она никакой Не играет роли Порща Сто процентная Я сегодня взял У нее Тетрадь Большую Где она Где она эта тетрадь Покажи Куда делаю ее Вот Взял все книги И вот написал Загнутые страницы В книгах Открытым оком Это не просто книги Мои книги Мои детище И каждый том проверил Вот тут 8 Вот эти она не читала Видать Не тронула Которые Двух томов Не нашел Дома Но больше всех Пострадал У нее 27 том Еще он ей так понравился 17 раз Она его Портила Загнула Я его самым первым читала А? Я его читала Самый первый Из ваших книг Ну вот Видишь как Тут даже устала Рукой загибать Видать И поменьше стало Я взял С 30 томов Время потратил Как говорит Над душой работать А тебе не просто сказать Ты не делай Или Я не буду делать Мы же в ней пьем Едем Она может нам От кошта отказаться Не готовить Или что-то как-то Но она верующая Это я так Для примера говорю Но Я не тот человек Чтобы проходить мимо Я говорю Я тебя пересчитаю Я тебя накажу Обязательно За это дело Порчи Сколько лет вам? А вот специально Написала В год рождения Чтобы люди знали Сколько я лет Время для исправления Почти нет Я пересчитал И получилось С Новым Заветом 102 загиба Я только нашел В стране Уголков Иные Загнутые Вот так вот Так загнуты И с этой стороны Загнуты После меня Все книги Переберешь Где я не разогнул Разогнешь И количество разгибов Запишешь Добавишь туда И мне напишешь Я в скоростях Это все делал И сказал Пиши объяснительную Посмотрите Как серьезно работаем Она написала Это ваш почерк Ну конечно Вот здесь моя Красивый 21 июня 2017 года Зоны Берг На, считай сама Громко 21 июня Не, 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 вот так Ну да 2004 года Город Зоныберг Погруще Отсортисон Валентины Дмитрины 1949 года рождения Проживающий в Германии Город Зоныберг Улица Бертольбреш Страса 38 Выяснительная При проверке Прочитанных мной Книг Было выявлено 102 Загнутые страницы Что приводит Порчи книг Привычку Загибать страницы Имеют детских лет Читала много И поэтому Попортила этим Немало книг Откуда это взяла Уже и не помню И особо этому Не придавало значению Ошибку эту поняла И осознала В чем раскаиваясь И обещаясь Впредь исправиться Подпись Вот так Если бы учителя Работали над каждым Учеником В Атах Валюша наша Была бы другая Но это она только На мноими книгами Так издевалась Изгалялась А сколько за жизнь Ты перепортила Как крыса амбарная Грызла углы Ты не знаешь Зачем тебе это Если бы она выступала А то загнула Вообще страницу Эту не видать Необъяснимо Никакое Просто порча Какой-то дух Тебя заставлял Это гнуть Портить Книга Это самое ценное Что в нашей жизни есть Это интеллект Это знание поколений Вот Сама себе придумай Какую пятимью Конечно Самая большая Боя пятимья Была для тебя Книги не считать В какое-то время Но это было бы неправильно Ты наоборот Теперь считай Выяви Все это Есть и возьми Себе за правило В Библии Вот пока Все книги не проверишь Увеличь чтение Ветхого и Нового Завета Проверь Не загнуло ли Где в Библии Я посмотрел Ты многое подчеркнула Там то другое Этого в Новом Завете Зачем ты берешь Это пыль Это пыль Грязь Страницы берут люди Они могут быть больные Туберкулезом И ты все время Слизываешь Зачем пальцы-то лижешь Не открывается А открывать Любую книгу Очень просто Вот ты ее открыла И вот начинает Листать вот так вот Вот так вот И берут И до Оно же Листать вот сверху Вот так вот Брать одну страницу Не сгибая страницу Я уже все открыл И сколько времени Дочитываешь уже страницу Один куплет Потихонечку Раз Оно само открылось Все опять Даже на сантиметр Не сгибаю книгу У меня симфония На канонические книги Вернигородского издания Но больше у меня Вряд ли кто пользовался Ею Я могу выставить ее На прилавок сегодня А пользоваться 30 лет Ни точки ни одной Ничего Все время Солопанчики Это же симфония Она не канонические А сам ее издал Я могу похвалиться этим Что Господь дал мне Страх перед книгами Поняла? Да Значит проверить Дальше Эпитимию себе какую-то Я тебе сказал Такую Что именно В этой эпитимии Чтобы Почувствовала Любовь к книгам Почему Он кто считался Академик Лихачев Дмитрий Сергеевич И говорит Институты Там академии Университеты Исчезнут Потери то и не будет Как потеря библиотек С потерей библиотека Теряется прошлое страны А университеты Это все Книги то есть Библиотеки берут Поэтому мы едем По всей Европе Дарим книги У нас много Евангелия было Раздавали и проще Поняла как нужно Значит Специально тоненькие Ну Она чтоб твердая была Закладочка В книге Было чтоб не больше Трех закладок Если четвертую Тебя надо заложить Первая Две Заучи И вытяни оттуда их Считаемые были Я опыт просто имею Такой И когда много закладок Она вся Топошится книгой Мало то еще Бывает Заложат ручку туда На ручке Она раздирает корешок Я переплесчик-реставратор Поэтому книги для меня Очень дороги Книгу реставрировать Надо очень много Время Не бывает Страница надорвана Ее надо надклеить Чтобы она незаметна была Дальше надписать Потом как ее обрезать Шлифовать Коптал Как эта закладка Лесе делает Ну вот она Это наше издание Видно что уже Пользовалась Вот возьми Трех томик Посмотри Как она изготовлена Сегодня издать книгу Практически Мне уже невозможно Это огромная цена Я сказал Ладно Тысячу не надо Заказал Говорю Давайте сделаем Хотя бы по 100 Они посчитали Вот это одна книга Только издание Только издание Полторы тысячи рублей Только издание Вот перед отъездом Я данные сходил Взял Издание Но которые издание Издают За издание платить То цена его Два раза дороже Часть продавцей идет Часть меня Иначе какой я писатель На что буду Джонатан Которая написала О Гарри Поттер Она сделалась Миллиардершей На продаже книг Я не получил Ни одной копейки У меня нет И поэтому Но они мне очень дороги Эти книги Как раскрашивали Мы вот это Это люди Бесплатно работали Целый год Три человека Гюставо Доре Смотри Как это Ветхий завет Игорь Дебунов Сделал Посмотри Какие цвета Сделал Вот Вот так вот Вот посмотри Как она выглядит Любой Можно Открылся Спокойненько Посмотрел Вот она Книга Она ценная Она останется Детям Внукам А когда Ее всю Исполосует Я гляжу Вот тут Изрисовала Ее На чем Горется Сред стоит Почему Так решила Вот Видимо Полюбила Какие-то Слова Я просто Показать Это вот Порченая Раздавленная Вот Ой Даже вот Я не заметил Еще Тут Еще Загиб Один Найдете Вот он Разогни Пожалуйста Дома Вот тут два Это еще два Прибавить надо Туда Ну найдешь Припишешь Это кем Который После меня Будешь искать И посмотри Что делаешь Это откровение Ясно Что Книга Трудная Вы Обрадовались Узнали Истину Но Эта истина Это должна Еще Для других Быть Другой Заметит Другое Сейчас Ага Это Я не знаю Это 13 глава Я посмотрела Она ее прямо Искромсала Всю 20 21 Придумала То Дальше Чернилами Это уже Не стереть Разными Цветами Ну Это Баптисты Так любят Делать Посмотри Сколько Ты Написала Я ни одной Точки Не поставил Почему Меня просят Напишите Книги Как автор Я надписываю Все кроме Нового Завета Я говорю Я не смею Это Новый Завет Это ваше благоговение Вот сектанты иногда сидят Считают Там опять Вот он сидит И рядом Так не годится Где сидишь Библия Библия Это неблагоговение Благоговение Всегда Открывает Двери К трепетному Отношению К предмету Я говорю О Библии И к восприятию Правильному А если на уровне Перед этим сконяю Голову Потому что Они святые были А мы то кто такие И нам Господь Это открыл Вот мы Немножко записали Именно Как раз О книгах Вот эта Вот книга Второй том Открытым оком Она тоже Сильно пострадала Я разгибал Разгибал Я здесь Ну кое-что Конечно Еще и пропустил Но что считала Это похвально А вот Которая Книги Это целая Я сейчас скажу 12 томов В 12 томов Нет порчи 12 томов Ты даже не открывала Иначе испортила бы Я написал В 12 томах Вот прощерки Нету Загибов Это ты Просто не добралась Еще до них Ну еще Я не успела Не успела Еще Это и хорошо А то бы Это попортило Похлой Вот И вопрос Ты не обижаешься Друг мой Что я тебя Это все Заставил сделать Да нет Я бумагу беру с собой Да конечно Берите Вот с собой Посмотри Это наука Для других А то мы В Германии Такие уроки Преподаем Ну я знаю Как люди отреагируют Вот на мелочь Еще попало Там другие Вот наглые Она его кормит А он ее еще И шпильки ставит Меня это не касается Потому что Она остается Книги остаются И она Других теперь Учить будет Я думаю Орудия Кухонная Посуда Там Интересно Посмотреть У нас там Мы прилили Снимать можно Внутри Но только Без вспышки Я говорю А что она вспышка Это же не порох Какой-то Какой-то в этом власть Очень интересный Какой-то не на чем Ни на чем Просто свободу Отнимают Но я Хочу снять Чтобы ярче было Нет Еще Орудие С которого стреляли От моей вспышки Фотоаппарат Оно попортится Что ли Да конечно нет Мы заехали К племяннице Какой город Не знаю Знаешь что-то Не Да рядом Хейдешем Какой-то там Майнц Майнц Это рядом Рядом с Майнцем Оно видимо Какой-то небольшой Ну это его Недалеко Я знаю Что в Майнц Поблизости Вот И Я гляжу От Франкфурта Недалеко 30 километров От них От них Там Дом стоит И много Площадей Деревья Растут Я говорю Как же так Тут Такой Большой участок Это Даже В деревне Такого нет А тут Другой Откупили Этот участок Для строительства А потом Орнитологи Подсказали Что тут Какая-то Водится птичка И она Любит Именно здесь Селиться И решили Не строиться Я говорю Ну а птичку Хоть раз Кто видел Никто не видел Это Германия Ну вообще Редкие птицы Сказали они Редкие птицы Ну хоть и не редкие Какие бы не были Не птичка А птицы Ну показать то надо Что Чтобы мы то ее Не тронули Редкие Ну может Она уже отгнездовалась Вывела и улетела Да главное Земля Загороженная И ничего нельзя Вообще Это интересно Батюшка был В Германии Кажется Ну и Ему говорят Вот залез тут Кто-то ласка Маленький Зверюшек длинный И погрызла Там провода Батюшка Я сейчас капкан Поставлю Поймаю Что ты Что ты Оштрафует Только Отпугивающий Какой-то Чтобы она там Сигнал давала Или что-то А у нас Какой разговор Он залез Хорех-то Там или кто Ну или сова У меня голубая Таскать Ну и сразу Поймали И суд Всенародный Они там Какие-то Тикающие устройства Даже в машинах Ставят Что-то отпугило Их Мордоры Называют Что с ним отпугивают Убрал ее Ну они грызут Провода Залезят Ну поэтому Поймать и ликвидировать Не Что Нельзя Если ежика То-то Уникогда В мире Этого нельзя Кто портит Тот уничтожается Он вы забросил За всю жизнь Игнатий Игнатич Вы видите Что вот Мы едем По автобану И огорожено Это не только От людей Это от зверюшек Чтобы они по мосту Переходить могли Да-да-да Это чтобы не давили Потому что Вы видели На дороге Сколько много Давленных Ежиков Зайцев И лисицы Даже попадаются Охраняют их Я однажды Едохала По лесной дороге И смотрю Такой бордюрчик Ну дорога Обыкновенная Лесная Но она тоже Асфальтирована Что это за бордюр Прямо по всей стороне А это говорит От ежиков Чтоб ежики На дорогу не выходили Чтоб ежик Не выходил На дорогу Поэтому у нас Едешь когда И лис давленных И коршунам хватает То что задавили И еще хватит И дорога Кормит всех Называется Раз он вылез на дорогу Он обрек себя Раз там падали Туда Слетали За руки Даже сове Вот ей легче же Поймать мышь На дороге Нежели она в траве Будет ее искать Поэтому они Летают Особенно вот вечером Ночью Ближе к дороге Потому что мыши Через дорогу бегают Да Они на столбах Едешь Они себя на столбах Проще Проще же поймать Ее Лисицы Где кошки Даже кошки На дорогах Ловят мышей Понятно Проще поймать В траве Благословен Господь Что дал нам книги Помоги Господи Нам их сохранить Аминь Телефон у меня От зарядки в машине Сгорел или попортился Потому что Когда включает Самое время Большое напряжение Там где-то Генераторы Или где Короче так Не знаю Я пострадал Вот Ну тут мы зашли Сейчас в интернет И мне отовсюду сообщает Погиб Николай Леонов Прямо на телефоне Нашел И здесь И я вчера решил Просмотреть У меня были с ним встречи И вот здесь Кто зайдет к нам На наш форум Форум Православный форум Игнатия Лапкина То тут здесь Есть такая графа Вот Вот я их ставлю Вопросы Игнатию Тихоновичу На которые Люди ждут ответ Это уже 170 страниц Это 1696 запросов 11252 ответа Это большой материал Вот он Я его последний Сейчас ткну Какой там 70 Вот Ну и вчера решил проверить Где мы встречались Это я Говорю для тех Которые Знают этого Знали Николая Леонова И прочее И оказалось Что На этом вопросе Который есть Ну это на первой странице Нашего форума А на форуме Всего-то Уже там 30 страниц С лишним Ну да Вот Это рядом То на 29 странице Вот запомните На 31 32 40 41 43 92 129 Видите Вопросы Которые он Мне задавал Погибший Николай Леонов И на них Я отвечал Вот И кто это Желает Зайдите Я говорю Это в основном Сергею Козлову Парализованному Иконопису Чтобы он Уже Это не ролики Здесь Мы переписывались С ним Здесь Очень большой Был дан материал У него были Хорошие вопросы И вот я Сегодня подумал Вот Николай Леонов Да В своем Ну представьте Чемпион мира Чемпион мира По кикбоксингу Там Или как называют Они Умел драться Потому что перед ним соперник Как Федор Емельяненко Он знал как Но Он задавал вопросы И говорит Мне нравится Что вы говорите Да Недостатков много Но И дальше но За этим но Я видел только одно Страх Он ничего не может сделать Это система Система Я говорю о патриархии О московской Которая пожирает все Что попадает В поле ее зрения И ее не хвалят С ней не согласны Длинной разницы нет Будь это богослов какой-то Будь это человек Занимающий должность Он от него Они от него отрекаются Как от Голубева было От архиепископа И знать не знают Это сергианство От митрополита Сергия Когда Московская патриархия Была образована Сталином И Берией В сентябре 1943 года Это оттуда Это их кровь Они не могут по-другому Я это говорю Потому что все время Они меня преследуют Никакого обвинения нету Просто ненавидят И все Клеветы самые безумные Там и еретиком И как только не называют Я говорю Дайте мне справку Что я еретик Раскольник Или как Дворкин говорит Пседоправославный Ну как вы меня называете Это дайте мне справку Подтверждение Это слова Они не дают Почему не дают Когда расстреливали Хоть какую-то справку давали Враг народа Как-то было Почему они не дают Я прошу Дайте мне Официальное обвинение Не дают А я знаю Почему они не дают Потому что Если они дадут Я этой справкой С их пищатью С патриархийной На банке Я могу теперь Любому подойти И сказать Смотрите Мы еретики А еретиком Молиться нельзя А архиерея Московской патриархии Это Епископ Максим Теперь он там Ветерской области Служит Он приезжает Служит Со своими Священниками Семинаристами У нас в алтаре С моим братом Протереем Отцом Иакимом Они служат Вместе Причащаются Батюшка с ними В кафедральном соборе В Барнауле В Покровском Служит Мы еретики Но я то не еретик Ты просто оболгал Я то знаю Что я еретик Но ты то дал справку Ты знаешь Что я еретик С еретиками Молиться нельзя Вы службу ведете Вы согласно канонам Все отлучены должны быть Дальше ты играет Канон И все против них Не против меня Меня на суд не вызывали Суд они Самопроизвольно Меня называют Это вы Там Бессарионов Братство нас Белое Братство Там Анастасия Звенящая кедра Кемеровская епархия Манкурты оттуда И Тульская епархия А то две епархии Бешеные просто А Тульская вообще Меня не видели Не знают Просто сумасшествие Манкурты Ни страха Божия Ничего нету Это самые лютые безбожники Волки лютые Если я Виною Ну вызвайте нас Воюете Вы не против меня Ну какой я есть Я не имею Духовного образования Никакого У меня одно качество есть С которым вы можете потягаться Я люблю моего Христа Господа Иисуса Истинного Бога Второе лицо Святой Троицы За него я страдал По тюрьмам Я доказал Жизнь Что я люблю его И Святая Библия Вот два фактора По которым я могу с вами Беседовать Говорить Чтобы вы увидели Других-то обвинений нет Я понимаю И так 38 книг Ну это 12 лет В эфире Миллионы людей считают Ну дайте опровержение На каждую книгу Посадите по епархии По одному Ну а по одному отделу Цензоров Вы же грамотные Вы доктора Все кого-то лещите Доктора богословия Богослов говорит Бог для ослов Но ничего этого нет Они не могут ничего сделать Бешеная атака Просто идет И ничего больше нет И вот этот Николай Леонов Я показал Какие страницы На моем форуме Православный форум Игнатия Латкина Я так и называю Мой форум Это вот пасхальный Мой брат служит Протеерей Вот он Здесь как раз Вот И он Хорошие мысли-то подавал Ну вот с этим я не согласен Он за войну был Ролик уже сделали Я говорю ты погибнешь Я говорю ты погибнешь Я говорил когда Он живой был Сейчас все руками махать Ему никто не говорил В интернете просто нет таких роликов Я ему говорил Он семинарию окончил Учился в Румынии И потом там немецкий язык изучать Что-то И он сам на меня вышел Через контакты Ну в контакте я не выхожу Модераторы там Ну он-то не знает этого Что не я Модератор работаю А модераторы мне перекинули На форум И отвечаю Вот страницы Которые я показал Зайдите Посмотрите Составьте ролик Этот человек Достоин был внимания Он необыкновенный Да Но в основном В другом Он не мог вырваться Из этих рамок Как Андрей Кураев Выступает Я Игнатию Тихоновичу Там Лапкину Завидую Опять Я завидую Вот когда его там Прижали со всех сторон Он уже не завидует Он более свободный будет Где Дух Господний Там свобода Вот главное Если нет свободы Дух Божий отсутствует Когда человек сам себе Это может сказать Это нельзя Ты сам решаешь Сказать Не Бог решает Ты решаешь Вот сейчас мы смотрели Путин Президент России В храме Ну и Комментарий То дайте Ну это Как Макаревич Там Ваня Пуклу в храме Ну что это Какое это объяснение В какое это время Было снято Я так и не понял Вот он стоит Ну Подскажите им Он в храме Играет как на сцене Мим Молча выходят Он знает их И дает им иконы Да эти иконы У него От предшественников Награбленные склады Десятиэтажные Ну скажите ему Слово евангельское Что гибнут На Украине люди Может быть Ты что-то можешь сделать Там Как-то прекратилось Чтобы это Может Твоя вина какая-то Есть Я не знаю Не обвиняю Но Он пришел в храм Ну можно слово сказать Ни одного слова нет Иконы дает Улыбается Кодят дымом Стоят Он свечку ставит Да неужели нам Христос пришел Свечку учить ставить Кутю варить Как мне Александр Мень говорит Неужели для этого Христос пришел А что сделать Этот Леонов Всего лишь семинарист И он На этом вопросе Вопросы Игнатия Тихоновича Лапкина На которые люди Ждут ответа Я отвечаю Он знает Какой ответ дать Он не может Но Он поддерживает Как протопоп По вакууму Когда вернулся Из ссылки А ему Из под полы Деньги сует Твертищев Тоже Деньги под столом Ему сунул Но они понимают Это боец Это герой Это за правду Против тирании Никона Этого фашиста Самого настоящего А он говорит А ты то что Боюсь Прямо отвечает Боюсь Я бы тоже Хотел быть А вакуумом Меня называют А вакуум Я скажу Я ростом пониже И духом пожиже Не претендуя На роль а вакуума Такие люди Рождаются Не каждый год Но По милости Божьей Мне вот 75 лет Исполнилось Перед ними Пока не прогибался Ни разу Почему? Да не в чем Да они этого Не пытаются делать Они просто ненавидят И все Я вот Разговаривал Глеб Якунин Там Дмитрий Дудко Который узник Белезоя Крахмальник Александр Огородников Всем предлагали КГБ сотрудничать Всем И как это было Зоя Крахмальников Мне подробно Все рассказывала Глеб Якунин Говорил Кто дал вам Этот доклад Фурова Там и прочее Половина срока Скостят сразу Мне не предлагали Ни разу Почему? Еще только Начиналось От следствия Я их всех Пытался обратить К Богу Они понимали Я их обращаю И они меня Горбуют И предложений Никогда не было Как безнадежно Ненужный Я после Затребовал В КГБ Дайте мне Справку Под какой Кличкой Я проходил Знаю Что тут был Попков Он в Америке Сейчас Он проходил Грамотный Хороший человек Под кличкой Клоун Я знал Клички Знал клички Мне просто Была возможность Узнать это Вот Я говорю А у меня Какая была Кличка У вас не было Клички Вы проходили Под своим именем Фамилием И мне Официально Прислали бумагу Значит Перед ними Можно стоять Доковы Перед ними Наверное Прогибались Нормально Требовалось Поднимать ногу Идти Я ее поднимал Требовалось Койку заправлять Шконку Я заправлял Я не могу Сказать Что со мной Поступали Несправедливо Потому что меня вели По линии КГБ Когда других Убивали Меня отводили в сторону Меня не били Там какой-то знак стоял Я благодарю Бога Что я шел Не по обыкновенной статье А статье МГБ Я К слову хочу сказать Что можно Остаться человеком В любой обстановке Худо Бедно Я все-таки В пяти тюрьмах побывал Посмотрел маленько И скажу Что Бог везде присутствует Бог везде защищает Мы в трудных обстоятельствах В дороге даже И Бог посылает Неожиданную помощь И вдруг Два дня мы здесь отдыхаем У нас вообще-то Два дня Я сегодня смеялся Хозяйке Говорю Мы приехали Выходит Девятнадцатого Вот То считай Это день К вечеру День не считается Мы два дня были Потому что В дедахе написано Если три дня Лжепророк Гоните его Не давайте Денег просит Гоните Мы не просим Она спрашивает Что надо Я говорю У нас все есть Ну Ее дочь пришла Пирожки спекла Это никакая Невзятка И вот этому Леонову Николаю Ему хотелось Быть другим Вы посчитайте Его выступления Его слова Это Ну я не придумаю Ничего не леплю Зачем мне это Вы найдете Вы найдете В выступлениях Это Это перепечатанное С контакта Система такая Контакт Но он ничего Не мог сделать Весь его Пафос Там где Он заканчивался В церковных дверях Одно слово Его сметут Уже такого человека Как Андрей Кураев Смели Буквально С прахом Смешали Отдельные молитвы Составили Как будто от сатаны Отбиваются А ведь по делу говорил Или Степаненко Максим Это герои веры Он назвал именами Своими Все это Б в церкви Которые расплодили И тоже его Председатели Миссионерского отдела Томской епархии Убрали А вы заступаете За них Да какое Мое заступниче Я просто разъяснил Дело Что таких людей Надо ценить Их особо Нужно защищать Выставить охрану Около их домов Охрану Такую чтобы молиться Чтобы он Живой остался Ну Россия И так бедна героями веры И так с ними обращаются Вот конкретно И что Андрей Кураев Герой Да вот такие эпатажные выступления Ну где-то выступал не так Да Наплевать да забыть Но говорил то по делу И все это перетолковывает Каноны не исполняет А он говорит Откуда пузыри то пошли Глянь все делается Сатана все делает Сказал не так Ну посмотрите Он говорит Каноны книгу Поставьте на полку Не трожьте ее Он сказал что вы ее не исполняете Что вы ее трогаете Я имею право Я составляю на нее симфонию Я работаю с ней Потому что мы все правила исполняем А вы 413 и 719 Ежедневно во всех храмах Московской патриархии нарушаете Кто-то видел Николай Толеонов И меня спрашивал Что можно сделать Он спрашивал у меня Про Филарета Филаретовцев Филарета я не знаю Я знаю что в огоньке В журнале Писал Александр Нежный Что у него жена Дети Но я не могу подтвердить этого Ну По согласно канонам Он должен быть избежен Его избежали Предали анафеме И он В московской патриархии Возрослый Почему он не подчинился Не отошел Я никак не могу понять Порулить охота Он делает правильно Он знает какие движения делать А люди которые к нему приходят Теперь как Они погибшие Ни одного слова не могу сказать Я не знаю Бог спасает Не человек Но Он не должен быть патриархом Денисенко Фомилия его Там Антон Или как его зовут Вот Почему Михаил Звали его в миру А почему Ну если ты в этой церкви Столько был Митрополитом был Сотрудничал с КГБ Это на 100% С КГБ Ну дальше то Каноны действуют Твои собратья решили И прочее Ну отойди Уже и в годах Тем более Порулил Отойди Не отойдет На стройки народного хозяйства Он не пойдет Когда архиерей Так был Максим Кроха И потом Этот был Феодосий в Омске На моего брата Стал он там Наступать Он говорит Водыху Если там Нужно Вот у меня с собой Шемоданчики Показывает мастерок Он Каменщик Я сегодня Сейчас крест Сниму И пойду На стройку Или храмы Строить Вам помогать Ну не ломайте меня Они решили Построили купель А вы Вызвал архиерею Вы раскол В церкви делаете Все крестят Ладошкой По голове А вы В полное погружение Нельзя этого делать Это Церковь Раскалывается Да какая это Церковь Это шалман Базарный Да ты бы сказал Я как-то писал Об этом Господи Каких ты священников Мне даешь И они за истину Борются Я однажды Так подумал Вдруг бы Дух Божий Дух Божий Коснулся сердца Патриарха Что маловероятно Ну возможно У Бога И вот Патриарх Проснулся бы Среди ночи И видение Как Патриарху Алексею Ридигеру Этому Дроздову Кличка КГБ Сказали Кто-то Там Феодосий какой-то Явился Пещерский И сказал Ты Будешь лежать Парализованный 15 лет Если Если Не раскаешься Что ты сотрудник КГБ И ты вот то и то Делаешь И ты Правителем Кривителем Потворствуешь Ты их благословляешь Танки в Чечню Танки на Украину Мирные люди погибают Ты Сатана Ты никакой Не епископ Отойди от меня Сатана Как Господь Петру Сказал-то Он бы вздрогнул И сказал Завтра же Опубликую это Все что я тебе Сказал Значит я убью Тебя подлеца Такого Залез в эту Рясу ушастый Надел на себя Колпак И обманываешь людей Ты Бога не знаешь Если бы такими Такими грозными словами А пророки Так и говорили Прелюбодеи Прелюбодейцы И такой пророк Восстал бы Сказал Если бы он Испугался Вот патриарх И сказал Исправь дело И патриарх Это я в книге пишу Он бы подумал Господи Ну хоть бы один Архиерей Был у меня верующий Их 200 Они все неверующие Они не рожденные свыше Я ни одного не знаю Рожденные свыше Вообще не знаю Вот был бы один Такой Сколько бы мы делов сделали Да мы бы еще Архиерея нашли Я говорю Архиерей где-то думает Ему тоже видение какое Смотри Выгоню С голоду Подохнешь Ты же работать Не умеешь Ему Бог бы сказал Пророк Своим языком Феофана Затворника Таким грубым Понятным И архиерей бы взрогнул И теперь тоже подумал Господи Да я послушаюсь Ну хоть бы один священник Был у меня рожденный Та свыше Да я бы такие горы Наворочил столько Вот Я просто Фантазирую Это А священники Рожденные свыше Есть Это я знаю Архиереев таких не знаю Я их не всех знаю Но кого знаю Мертвые рожденные Они знают Как выходы С властями Ласкаться Вот иконы Путиным иконы Подарят Мимы На сцене Мимы Это люди Которые безмолвно Жестами пытаются А там церкви Мимика Все идет Зашифровали Богослужением Путь к Христу Преградили К сердцам людей А людям Ко Христу А священника Какого-то Был Архиерея Бог Тоже бы Пробудил Среди ночи Давнул его И сказал Если ты Не будешь Работать Не понесешь Слово Благовестие А я тебя избрал Не крестить А благовестить Как Павла Я убью тебя А потому написано Если ты не принимаешь Вторая параллель Паминон 25-16 Порок говорит Ты согрешил Я тебя обличил Бог послал А ты не принимаешь И я понял Бог решил убить тебя Причина какая Ты не принимаешь Я тебя обречаю Уже сто раз Священник бы вздрогнул И тоже Среди ночи бы Заплакал Господи Да я бы рад трудиться Ну хоть бы один У меня верующий Рожденный свыше был Прихожанин-то Я бы такие пашни распахал Такие в город свернул Так вот и все Уперлось в одного человека А этот человек я А ты скажи я С меня начинается Мне нравится оно выражение У самого Неприятного для меня человека Но выражение хорошее Это дворянин Ульянов Такой был на земле Который скрылся Под кличкой Ленин И навел смуту Обманул народ И построил гулаг Ад на земле Но он говорил иногда вещи Которые надо прислушаться И он говорит Политика это умение Управлять государством Что такое политика Тире умение Управлять государством Умение Как обманом Хитростью Как бисмарк Как Талайран Язык дан для того Чтобы скрыть намерение Вообще здорово Скрыть мысли Язык-то дан для того Чтобы говорить не то что ты думаешь И обмануть Трех Наполеонов обманул При пяти императора Служил Талайран этот хромой Который показывает Вот Если бы Вот это случилось О чем я фантазирую Это фантазии Но они выполнимые Вполне То ты бы сказал С меня начнется Я должен выпросить У Бога рождение Свыше И второе Быть вадимым Духом Божиим И к священнику Я приду Батюшка У нас все неправильно Ну давайте Начнем работать Давайте людям Говорить о том Чтобы они благовестовали Вот Трехтомник Нового Завета Я издал его Издал Я грешный человек И сделал здесь 297 комментариев На моменты Где он говорит О необходимости Изучения Слова Божия И повсеместном Повсюдном И всеми Проповедь Евангелия Я ничего не добавляю Я не толкую Там нет моего толкования Это обман Который говорит Он толкует что-то И мы Что-то сделали Как сделали Вот мы трое Мы все одинаковые Вчера был тут Гость один Помогал нам И говорит А почему мужиков-то Мало здесь А у мусульман-то Мечать забито Одними мужиками Я отвечаю У них намаз есть Пятикратная молитва У нас нет Все Больше ничего нет Одна единственная причина Я слишком много Занимался мусульманами Один том 752 страницы Посвящаю Корану Не нападая Ничего Я просто Беру выдержки Из Корана Сура Аят И сравниваю С Библией В сравнении И сравнения Никакого нет Это Совершенно разное И вот Я Клеонову Не думаю Что я далек Как щукарь Говорит Я так верну И сам не знаю Откуда ушел Я Клеонову говорю Он это все мог бы делать Говорит С оружием он был Не знаю Если был с оружием Я ему тут говорю Ты погибнешь Не доживешь До 50 лет Ролик уже стоит И мне сегодня говорят Это правительские слова Я не пророческие Я не пророк Но я знаю Что мы Должны любить Врагов На Украине Мятеж Можно погасить В течение одного дня Меня как-то Спрашивает Отец Кирилл Ну ладно Вот вы находите Язык Ну со всеми У вас как-то Как-то находите Даже совсем уже Падший человек И вдруг Вы общий язык нашли А смогли бы Вы с этим Вот там Билый был Александр Музычка На совести Которая До 20 Российских Военнослужащих Танк там БТР подбивал Вы нашли бы С ним общий язык Я говорю Даже искать не стал бы Потому что Я это он Я готовился Быть таким Всю жизнь И только Христос изменил Мой путь Мы с этим Музычка Обнялись бы Поцеловались Мы бы до утра Не наговорились У него Три дяди Мы погибли В ГУЛАГе Вот причина Так какая Мне не надо Искать общий язык Почему А я говорю На его языке Почему Об этом Не говорят Да он Неправильно Там прокурора Загалстук Я все это видел Где-то Это Абсолютно Недопустимо Но Скованного И два раза Стрелять в сердце В наручниках Согласитесь Что боялись Все таки Они его Другого Сказать нельзя А этот Человек Что бы мог Еще сделать Конечно Это очень здорово Что Взять их Камнем Залепить Ему в лоб И опрокинуть Голиахва Но Затауз Насколько Было бы Сильнее Если бы его обратили Игоря Апода Направили против Пелестимлян К себе в лагерь Перетащить Почему Такую задачу Не поставили Ни Рамзан Кадыров Ни Владимир Владимирович Путин Ни другие Там Формители Лукашенко Даже никто Из них не говорит Я не против их В чем-то Я уважаю Каждого Ну то есть Какие-то Самые Действия Их-то Вот Ничего Этого нету Застрелить Его и все Я знаю Мне угрозы Письма Подбрасывали Вы нашими Детьми Занимаетесь А они Дети эти Воруют Вагоны Грабят Ну а я занимался У меня две Сомаки Овчарки были Я их задерживал Заставлял Вороной Обратно Вагоны Забросить Вот И мне Родители Ну и о боге Говорил Они приходили Ты нам Дядя Прочитай Из той книжки Которую Вчера читал И В притворе Где я жил Целые ящики Винограда Притащили Я сначала Виноград Обратно Утащить Пока Поезд Не ушел А родители Мне записки Подбрасывали Мы тебе Найдем место Пока Не оставишь Наших детей Ну надо было И с родителями Как-то ладить Как ладить То говорить О боге О скором Его пришествии О его любви К нам Что за них Он умер Пролил Пречисывая Свою кровь Николай Он был Порождением Патриархии Но не был Обыкновенным Служащим Не был Он умел Бороться на ринге Но здесь Он бессилен Я встречал Людей Которые Были герои Веры Которые Боролись Против советской Власти Приговоренные К расстрелу Потом им Заменили Дали 25 5 поражения В правах 5 ссылки 35 Но внутри Церкви Они молчали Они не могли Потому что Церковная Махия Самая страшная Я могу Назвать Фамилии Имена С кем Это было В каком году Просто Не надо Это был Мой друг Я говорю Что ж ты молчишь Ты видишь Что в церкви Отлучат От причастия А без причастия Не спасешься Попы играют Причастием Ну а не дал мне Причастие Как я могу погибнуть Да никак Он не дал От меня это не зависело Ну как У меня отобрали Библию Библии нет Ну нету Ну и нету Я буду У Бога просить Откровения Или человека Прислать Если бы я Не имел Библии Но я знаю Мне хватит Моего запаса Надолго Николай Леонов Мне эти вопросы Задает Вот это И на этих страницах Прочитайте их В самом начале Ролика Я говорю Повторю еще раз Тут Православный форум Игнатия Лапкина Зарядите В ютубе Просто Не в ютубе Это просто В интернете И там На первой странице Есть вопросы Которые задают Игнатию Тихонову Еще На которые Люди ждут ответа И вот я посмотрел Там Сто тридцать страниц Уже Двадцать девятая страница Тридцать первая Тридцать вторая Сороковая Стороковая Сторок третья Сторок третья Сднадцать вторая Сто двадцать девятая Это с этим Убитым Николаем Леоновым Сегодня за миллионы За триллионы Никто не сможет составить Это Почему А его нету Вот у меня Двадцатый тон Мои беседы Личные С Александром Отцом Александром Менем На квартире Это никому Не составит Вопросы Почему Его нету Его убили И ценность Этой книги Этих вопросов Многократно возрастает Он не имел этой свободы Он томился Его Бог избавил от этого А как вы считаете Мне считать не надо Я просто молюсь за него Я его жалел А кто-нибудь ему говорил Что он погибнет Пока не встречал нигде Я ему об этом сказал Ты погибнешь И не доживешь до 50 лет Это мои слова Я сижу говорю Ему это в интернете есть А вы знали что погибнет Не знал Я исходил из общего положения Взявший меч От меча погибнет Ведущий в плен Пойдет в плен Я по выражению Применил к нему Называется экстраполяция событий В временной форме Или по качеству человека Я видел что он приговоренный уже События на Украине Развиваются Искусственно Славян против славян Верующих против верующих Подняли Там за рубежом Кто это Кукловоды называют Они сидят делают Они бы ничего не сделали Никто не вышел Ну дали деньги Ну допустим Нынешний президент Который Шоколадный король И он отпустил бы 3 миллиарда А никого на площади нет Но деньги рассыпали Никто не взял Я слышал Есть такой храм у католиков И там пришел Какой-то К человеку Бедный такой храм И он принес им деньги Деньги Громадные Деньги в ящики И он принес им настоятель И поставил К двери Он говорит Нам не надо Мы бедные Мы бедность избрали Ну как не надо Надо там Кто перестроит Не надо И эти деньги По сегодняшний день Открыто вылетают По храму разлетаются Уборщицы Их швабры А сами получают Копейки И прошло уже Сотни лет И никто ни одной бумажки Не поднял По сегодняшний день Их так с места на место Перекатывает швабры И все Это надо просто понять Вот это место О чем мы разговаривали Это момент Раболепства Тирании Московской патриархии Они его не могли Выделить из других людей Они не могли Его вызвать Эти вопросы Почему он не задавал Вопросы Эти епископу Почему не задавал Ректору О какому-то Незнакомому Дядьке неграмотному Мне Почему А он я увидел Как вы говорите Смело А я это даже не считаю Засмело Просто нормально Дышу и все И вот Ну а вот это Там мощи Начинают Такие правила Я не обвиняю вас Я хочу узнать Вы не подумайте То есть она Оговаривается И видно Что человек Не знает Этого момента Но большой Самый ролик Это наш разговор По скайпу О военной Службе О присяге Надо ли воевать Я доказываю Не надо А он говорит Нападает Там допустим На Днепропетровске И прочее И все события Так одно С одним Слепились Говорят Он был с оружием Другие говорят Он спасал раненых Не знаю Я придерживаюсь версии Что он не брал оружие Ну мне просто приятно Так Легче молиться За него И он убит Невинный И может быть Он в раю Я говорю На сегодняшний день На 21 июня 14 года В зоне Берге Сидим От Валентины Дмитриевны Артисон Я говорю По незнанию Ну и по любви К этому Николаю Рядом товарищи У него сидят Они идут Там роза Там девчонка Видать И прочее Вот то Что я могу сказать А другие могут Составить ролик Не могут У них Он им такие вопросы Во-первых бы не задавал А во-вторых По скайпу войне Ни с кем он больше не говорил Иначе бы нашли Уже время достаточно было Я так думаю На сегодняшний день И поэтому Наш этот Вот ролик Что сейчас мы запишем Он имеет свою цену Нужно чтобы Кто-то взялся И проштудировал Данные страницы И сделал Соответствующий вывод Не о Николае А о тирании Патриархии Которая гробит Самое лучшее намерение И лучшее устремление Им таланты не нужны Им нужна покорность рабов Жалких Призренных рабов Вот что они делают И это они Нас бьются Втягивают Мы принадлежим По сегодняшний день К русской православной Зарубежной церкви Хотя и те уже От нас отреклись Мы вас передаем Еще себе Как передавать Нас нельзя передать Мы образовались Под эгидой Зарубежной церкви Оттуда у меня Благословенная грамота Там я был приглашен Батюшка с этим Илларионом В Австралии встречался Я в Америке С ним сидел рядом Беседовал и обедал У нас хорошие отношения Но они их давят Они знали Куда лезли Патриархию Она все перемалывает Все будет перержаблено Они не могут быть другими Сталинско-беревская Отрыжка Кровь Она делает их Такими безжалостными Они Не щадят Беспощадно Даже я бы сказал Я хочу Московскую патриархию Даже встану на колени Это ни грамма Мне не поможет Они будут давить И все Сейчас они Со мной ничего не могут взять Но единственное Что подослать Киллеров 40 человек Которые заклянутся Ни пить и ни есть Пока не убьют Но Бог пока хранит Бог хранит Если Господь благословит И дальше будем живы Проедем Скандинавию Прибалтику Будем работать по северу Я открыто говорю А мне говорят Ты говоришь Они на дороге Такую засаду сделают Там подстроят Вам ночью Ничего они не сделают Кроме того Что мой Бог позволит Мой Бог Он меня хранит И мы еще выезжаем Уже в интернете Как мы выезжаем Да понимаете Это такое дело Делайте явным Да они Повторяю По сегодняшний день Мне 75 лет 52 года Я несу Евангельскую проповедь Они мне ничего А какой вред принесли Никакого То есть они что делали Ничего у них не получилось О них клеветали Не подтвердилось Я реабилитированный Посадили меня Да Генеон Да Кукин Митрополит Там потом Ставропольский был А они Я уже сижу Они еще материалы Совали В подшивку Ничего не подтвердилось Я реабилитированный Я не повинный И сейчас Если Господь благословит Больше на эту тему Мне уже и говорить нечего Появится какой-то новый человек Я так думаю Вот на этом ролике Если он будет Обязательно будут люди Обязательно И будут вопросы И я им отвечу Так как отвечал раньше Это есть такой фильм Гитлер Восхождение дьявола И там приходит Она спрашивает О Берглихе Своего мужа О который стоит там Атласти Говорит Почему мой ответ Сегодня должен быть Другим Какой был вчера У меня ответ Вчера и сегодня Они одинаковые ответы На первом месте Христос и Библия Два слова И склоняться Перед кем-то Нет никакой надобности Я разговариваю На равных Кто бы он ни был Это раб Последний царь Или кто-то Я возвещаю ему истину Я ничего не прошу Кроме того Чтобы они поступали По слову Божию Мне не надо Льгот никаких Пенсия 5,5 тысяч На сегодняшний день Они не дали мне Работать по специальности Но я работал 40 лет печеньком За 35 лет работы У меня пенсия 5,5 тысяч Но еще Голодный Ни разу не ложился С этим Николаем Он говорил В августе Только не уже Поздно будет Меня не будет Донецка Он тоже не знал Что сказал пророчество В августе Его в Донецке Не будет Это он говорит Это здесь Вот в этих страницах Написано Мне напоминает Этот случай Когда Ян Затауст Был гоним Старица Евдоксия Жена Императора Аркадия Безвольного Гнала его А в это время Епифаний Кипский Приехал И она его На свою сторону Перетянула А тому уже 102 год шел И он тут Начал рукополагать А это не его Каноническая территория Ну как Я церковным языком Говорю Я и не признаю Эту территорию Вот А он ему Написал письмо И говорит Епифаний Ты много делаешь Вопреки канону И до дома Не доедешь А он говорит ему А тебя В ссылку сошлю Ты до ссылки Не доедешь И что интересно Пророчества Оба сбылись И тот и другой Умерли И умерли в пути Вот и все Вот он сказал В отношении меня Он ничего не сказал В отношении его Я сказал Взявший меч Это не мои слова Погибет Он погиб Теперь я как православный Только молюсь Господи Упокой душу Усопшего Раба твоего Николая В обителях небесных Он страдал душевно Что он не свободен Богу нашему Слава Во веки Аминь Аминь